Тысячу вакансий здесь представили более 30 предприятий Донецкой области. На месте проводили собеседование и принимали на стажировку. Самые горячие рабочие места озвучивали сотрудники центра занятости. Охранник нужен, заработная плата минимальная, к сожалению. Плиточник 3500 до 5000 гривен. Ирина ищет работу уже более пяти лет. Рассказывает, сразу не могла устроиться по семейным обстоятельствам. Требовался постоянный уход за больными родственниками. Теперь регулярно получает отказы от работодателей. Говорит, не берут из-за возраста. Женщина мечтает о должности воспитателя в детском саду. Уверена, это ее призвание. Сегодня уже нашла одну подходящую вакансию. Я очень люблю деток. Вы знаете, я когда не могла найти работу, ходила до этого дня. Например, я мимо садика со слезами мимо него пройти не могла. То есть, если ты любишь, тебе хочется, тебе нравится это стремление к детям. Ну, приходишь и говорят, вот возраст не подходит. Я думаю, что вот сегодня, пообщавшись с людьми, посмотрев, я думаю, что как-то я найду то, что мне душа просит. Однако оптимистично настроены не все соискатели. Антонина – инвалид второй группы. По ее словам, состояние здоровья позволяет работать только вахтером или гардеробщицей. Работу женщина потеряла полгода назад. За все это время ни одной подобной вакансии не нашлось. В центре занятости предлагали пройти переквалификацию, освоить компьютер. Но с диагнозом онкология такие курсы противопоказаны, жалуются женщины. Ходили везде заводы, операторы компьютерные, заводы. Вакансии для меня нет вакансии. Я вот спрашиваю, нужны вам гардеробщики, нужны вам вахтеры. Нет, нет, нет. Все отвечают, предпринимателей нет. Для того, чтобы поиск работы стал более эффективным, сотрудники центра занятости рекомендуют пройти психологический тест на профориентацию. Сегодня услугами психологов воспользовалось более 50 человек. Мини-ярмарки вакансий проходят и в отдаленных поселках Макеевки. Одна из них уже была проведена в Ясиновском поселковом совете. В центре занятости, говорят, по результатам мероприятия обычно находят работу 5-10% соискателей. Конечно, мы не думаем, что эта ярмарка решит все проблемы занятости в городе. Она, конечно, не сможет в первую очередь преодолеть тот дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, которые существуют на рынке. Но, тем не менее, непосредственное общение дает больший шанс на трудоустройство. Ежемесячно в городской центре занятости обращаются около тысячи соискателей. Устроиться на работу удается примерно половине из них. Екатерина Пороханяк, Владимир Ребриков, Панорама. Пороханяк, Владимир Ребриков, Панорама.